Здравствуйте, друзья! Зачитываю вопрос от нашего зрителя, а мы со Светланой будем отвечать. Ваня, зовут его. Ваня пишет. Привет, дорогой дядь Мыша. Это мне, цвет. Видишь, он лично мне пишет. Пишу с просьбой дать совет. Дело в том, что у моей бабушки проблемы со здоровьем. Ну, это бывает с бабушками, конечно. Жалоб за последние годы была целая куча. Всех врачей обошли, не нашли ничего. Так. С помощью логики и советов тех же докторов выяснили, что проблему следует искать в одном-единственном месте, в голове. Вот, ее мое. Это и с молодыми бывает. Так, ничего страшного. Недавно нам с мамой удалось-таки обратить ее внимание на то, что все ее болячки и недуги, в кавычках, идут от того, что человек просто-напросто не хочет жить и находиться в вечном унынии. И самое интересное... А, я не понял. Не хочет жить и находится в вечном унынии. Самое интересное, что в моменты, когда самочувствие, прежде всего психологическое, позволяет посмотреть на свою жизнь на спаде со стороны, она понимает, что у нее есть психологическая проблема, которая не позволяет жить так, как хотелось бы. Проблему признает, соглашается лечить, а далее спустя примерно пять приемов у врача. Проблема ее в ее сознании как бы рассасывается, и дальнейшее лечение нервов в ее понимании уже не требуется. За отказом от помощи следует незамедлительный спад психологического состояния, которое провоцирует скачки, давление, хондрозы и прочие радости жизни, которые, по мнению бабушки, являются настоящей проблемой. Происходит такая вещь, что человек путает причину и следствие. Ну, конечно, нам со стороны лучше видно, да, значит, на диагностику этих болячек мы потратили уже кучу денег и времени, и каждый раз никакой проблемы не обнаруживается. И вот на этой стадии признавать проблемы в психологии, она наотрез отказывается, и мы снова возвращаемся в точку уговоров посетить психиатра для лечения нервов. И мы возвращаемся туда, откуда уходили. Такими кругами мы путешествуем уже порядка двух лет, и что только не пробовали, чтобы удержать бабушку на курсе лечения нервов. Да она от вас больная, бабушка, если вы ее затравили. Так, завычный в этих проблем хочу добавить, что ей 67 лет. Человек, она абсолютно адекватный, кроме ситуации с нервами. Самостоятельный, постоянной помощи ей не требуется. В общем, все путем. Единственное, больше внимания от меня и моей мамы. Ну так уже, что же, ну, так, к ней. А мы, в свою очередь, и так делаем максимум, вот. У нас три с половиной работы на двоих, всю свою жизнь мы совсем остановить не можем. Небольшой отдых должен быть, иначе мы в самое ближайшее время рискуем лечь рядом с бабушкой. А бабушка вроде бодрая, что ей лечь-то. Я не знаю уже, что делать. Мы перепробовали самые разные способы, как уговорить ее остаться на длительном курсе лечения. Но все бесполезно. У меня, кажется, Света, что-то комментарии не нужны. Я сама по себе письмо, это целое видео, хорошее. Значит, держится от силы пять дней. Может, моя проблема не совсем по вашей части. Но все же, пишу вам, поскольку с высоты вашего опыта, возможно, подскажете, какое это решение проблемы свежим взглядом. Со стороны, как учить, теории решений изобретательских задач. Мама родная. Буду очень признателен за абсолютно любой совет по теме вопроса. Заранее большое спасибо. Пусть на ваших со Светланой гладких дорогах всегда светит яркое калифорнийское солнышко. Ты смотри, как закончил. Прям подписчик из города Гатчина. Держи. Это под Питером, друзья. Гатчина, это под Питером. Ну что, Светлана, ты будешь что-то говорить? Давайте начни, потому что я знаю, я уже ответила ему персонально, но я могу это повторить. Друзья, что сказать. Бабушке нужно внимание. И она от вас его получает так, как может. Дети тоже так делают, правда? Дети, они говорят, кричать, капризничать, там еще что-то. Внимание нужно. Поэтому, как-то вот, ну, постарайтесь, что ли. Я понимаю, что у вас три с половиной работы на двоих, но у вас еще и бабушка есть. Светочка, ты же, да? Давай ты скажи. Понимаешь, как? Ты выхватила мудро самую главную мысль внимания. Но, к сожалению, понимаешь, ни дети, ни внуки не могут свою жизнь приносить залог пожилым родителям, которым хочется внимания все больше и больше. А что ты выключил? Я не выключил, я переключил на себя камеру. Хочется внимания все больше и больше. И, конечно, понятно, у них три работы на двоих, и нет возможности оказывать внимание в той мере, в которой ей хотелось бы. Значит, вопрос в том, что, конечно, с одной стороны могут быть медицинские отклонения по психической части, это и болезнь Альзаймера, прогрессирующая постепенно, да, но если мы отбросим это и скажем, что этого нет, и она совершенно здоровая, то тогда это вопрос такой, что человеку одиноко, это нужно понимать. Ему одиноко, ему хочется внимания, он всеми силами старается это внимание на себя притянуть. Через медицину в данном случае? Через состояние здоровья, да. Что можно сделать не медикаментозно, да, то, что нужно человеку вовлечь мне в некоторую деятельность, которая будет общественно значимая, то есть, вот как я... Типа внуков. Нет, нет, ну зачем? Я писала, что смысл жизни, вот она потеряла смысл жизни, и не хочется жить, она хочет болеть, умирать и так далее. Два ключевых слова у тебя, это совершенно ровно. Это я подержу, я подержу. Это востребованность и отдача. И вот человеку хочется быть востребованным, и хочется что-то отдавать другим людям. И сейчас она, бабушка, потеряна, она видит, что она никому не нужна, она всех напрягает, и ей от этого плохо, и она начинает вот так себя вести. Значит, какую деятельность можно ее вовлечь в такую, чтобы она, с одной стороны, чувствовала, что она необходима, да, всем, а с другой стороны, могла бы что-то отдать. Когда у меня умер папа мой, да, я попросила свою маму, чтобы она написала мемуары о своей жизни. И это для нас было значимо, это значимо для семьи, это значимо для детей, для наших внуков, и она понимая меру этой значимости, она потратила лет 15 своей жизни на то, чтобы писать эти мемуары. Да неужели так много? Ну да, она все очень много писала, но это не важно, это же процесс, и вот у нас сейчас ее уже нету, а мемуары эти есть, понимаешь, это же очень большая ценность, потому что вырастут наши внучки. Ты в качестве примера как бы? Да, я в качестве примера, но не все бабушки могут сесть написать на двух языках мемуары, да, я тоже понимаю. Может быть, она может наговорить какие-то рассказы о своей жизни, вспомнить, но обязательно важно, чтобы дети участвовали в том, что они прослушали хотя бы это и обсудили с ней эти редкие встречи, которые они могут себе позволить ее навещать и так далее. То есть нужно придумать некоторый вид деятельности вот такого плана, да, чтобы это было значимо для семьи, для нее, и чтобы ей хотел что-то сделать. Ну хорошо, то есть вовлечь бабушку в какое-то занятие, чтобы она думала не о болячках, да, да, и чтобы она чувствовала через эту свою деятельность, она чувствовала внимание детей, которого ей не хватает, да. Знаешь, ты мне напоминаешь, Жванецкого, когда он говорит, что вот если бы все на Мене подорвались, говорит, но об этом же можно только мечтать, понимаешь? Ну, конечно, я, ну, ну. Дело в том, что мы все с возрастом становимся лучше, и может быть это склероз, особо главного мозга, начинается. Что-то не надо о медицине. А потом Альзаймер и в общем все такое прочее, но из таких вот вещей, которые в контроле находятся, вот это единственное, что может стоять, а дальше мы не врачи и не психологи. Ну, о чем мы тут можем сказать? Действительно? Что он нам вообще написал? Нет, ну подожди, ну я считаю, что это стоит очень хорошее. Если удастся ей вовлечь, например, взять старые фотографии и подписать вот каждую фотографию, где она когда была сделана. Но это надолго не хватит. Надолго хватит, надолго. Знаешь, это у кого сколько фотографий. То есть можно придумать какие-то вещи, какие-то творческие подойти и человека вовлечь. И в общем для себя... Друзья, от себя скажу, бабушка могла бы быть хорошим блогером. Пусть она расскажет о своих болячках на видео, а вы это дело повесите на ютубе и люди будут давать советы. Ну, конечно, да. Ну или просто будет рассказывать о молодости своей, чего помнит. Хорошо, друзья, мы заходим в магазин и прощаемся с вами.